Справедливый и праведный Бог Начальнику хора по смерти Лабена Псалом Давида Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, Возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, Петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, То приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный, Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, Имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, И города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой, И Он будет судить вселенную по правде, Совершит суд над народами по правоте, И будет Господь прибежищем угнетенному, Прибежищем во времена скорби, И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, Потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, Возвещайте между народами дела Его, Ибо Он взыскивает за кровь, Помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, Возри на страдание мое От ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня От врат смерти, Чтобы я возвещал все хвалы Твои Во вратах Чери Сионовой, Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, Которую выкопали, В сети, которую скрыли они, Запуталась нога их. Познан был Господь по суду, Который Он совершил, Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, Все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, И надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, Да не преобладает человек, Да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, Да знают народы, что человеки они. Размышления Часть первая Победа у Господа Псалом девятый, с первого по одиннадцатый стих Этот псалом был написан в виде акростиха, И обе его части говорят о том, Что Бог служит прибежищем угнетенному и беспомощному, Взывают к нему восстать и помочь сокрушенному и нуждающемуся. Первая часть девятого псалма воспевает триумф Бога над врагами. Наш Бог царствует над всей землей, Повелевает всеми народами, На него всегда можно положиться. Он слышит вопль слабых и призывает их войти в победу, Которую он совершит через своего Сына Иисуса Христа. Даже среди величайших испытаний есть повод прославить Бога. Поступая так, мы будем все больше осознавать Его величие и любовь. Возможно, вы славите Бога только тогда, когда все хорошо. В следующий раз, когда в вашей жизни разразится буря, Найдите покой в победе, который Христос уже одержал для вас. Размышления. Часть 2. Бог, которому можно доверять. Псалом 9. С 12 по 21 стих. В остальной части псалма Давид воспевает некоторые черты Божьего характера. Господь царствует на Сионе. Он взыскивает за нашу кровь и сражается за свой народ. Он исполнен милости и поможет в минуты отчаяния. Он совершит праведный суд над нечестивыми народами, Потому что у Него сострадание, и Он видит страдания нищих. В минуты отчаяния не забывайте о Боге, который на стороне слабых. Он понимает наше состояние и не бросает нас в трудностях. Божьи дети должны стараться поступать так же, напоминая миру, забывшему Бога, о Его милости и правде. Есть ли у вас возможность помогать нищим и сокрушенным? Как стать руками Христа для тех, кому нужна Его любовь и сострадание? Молитва Отец Небесный, прости, что порой среди испытаний и несчастий я не полагаюсь на Тебя. Вместо этого я начинаю огорчаться и думать, что заслуживаю большего. Бог, Ты достоин хвалы, независимо от восстающих на меня обстоятельств. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok